Всех приветствую дамы и господа, это далеко не новинка, но об этом продукте Xiaomi я мечтал довольно давно. Дело в том, что много лет я пользуюсь небольшой метеостанцией от компании Xiaomi. Это метеостанция, которая обладает отличным дисплеем, высокой точностью измерений, ну и очень симпатичная, а к тому же автономная. Но это простая модификация, так сказать не умная. Потом они выпустили более умную модификацию, где уже сделали упор в первую очередь на часы. Ну именно потому, что здесь огромный дисплей, который показывает часы в первую очередь, а уже более мелким шрифтом видно показания температуры и влажности. Но между тем этот девайс стал умнее, его теперь можно подсоединять к смартфону и даже интегрировать систему умного дома. Давайте посмотрим, что из себя он представляет. Для тех, кто еще не в курсе, что это за девайс, ну в общем-то я думаю вам будет очень интересно это устройство и может быть даже вы себе его прикупите. В комплекте мы получаем инструкцию на китайском, устройство добралось до меня со слегка поврежденной упаковкой, не знаю уж кого винить Banggood или почту, но Banggood выслали девайс очень быстро. Само устройство имеет просто огромный дисплей, огромные символы и очень читаемый дисплей под любыми углами при любой яркости. Сняв заднюю крышку мы видим, что питается этот девайс не как обычно от одной батарейки, а от двух батареек. С какой целью это сделано? Ну скорее всего для того, чтобы продлить срок службы без замены элементов питания. Батарейки кстати CR2032. В верхней части находится как раз таки датчик измерения температуры и влажности. Крышка легко снимается, также это отверстие дублируется сверху, но уже в виде прорези. На задней крышке мы видим отдельное место, круглое, которое необходимо для того, чтобы закрепить эти часы. Сами часы очень качественно сделаны, очень качественно собраны, у меня никаких претензий. Я их видел вживую несколько раз, но никогда ими лично не пользовался. Качество изготовления на уровне предыдущих поколений этой метеостанции. Это не просто топ за свои деньги, это реальный топ вообще. В комплекте также мы получаем три вида креплений. Это крепление на магнит, чтобы можно было прицепить на холодильник, например, либо другую металлическую поверхность. Крепление под ножку, которое позволит установить на любую поверхность типа стола, полки и так далее. Также там есть специальная насечка, которую нужно совместить с точечкой на корпусе, для того, чтобы все было максимально ровно установлено. Ну и крепление 3М скотчем, для того, чтобы намертво прицепить, например, на плитку в ванной комнате или в бане. В инструкции находится QR-код для скачивания приложения, но все вы знаете это приложение, оно называется Mi Home. Им можно управлять всеми элементами умного дома. Кстати, по цене этот девайс стоит в районе 20 долларов в Китае, но все очень зависит от магазина, от количества всяких акций и всего подобного. То есть с купонами его можно купить гораздо дешевле. Например, сейчас в Banggood он стоит 15 долларов без всяких купонов, без ничего. А используя кэшбэк и используя, например, купон, который я приложу в комментариях к этому видео, вы сможете сэкономить, поэтому обязательно туда заглядывайте. Открыв приложение Mi Home мы видим, что устройство после сканирования недолгого автоматически определяется. Ну понятно, что нужно обязательно обеспечить питание устройства, то есть вытащить прозрачные стикеры. После недолгого сопряжения устройство подключается без каких-либо танцев с бубном и вы можете просто назначить, где оно будет находиться, дать ему имя и вся информация будет передаваться с устройства на ваш смартфон. Кстати, у меня тут же прилетела обновленная версия прошивки, которую я, конечно же, обновил, для того, чтобы устройство работало более корректно, более точно. И очень важный момент, устройство, чтобы вы видели, что оно подключено к смартфону, специальный символ даже выдает в виде такого значка в правом верхнем углу. В настройках очень много всякого вы можете понастраивать. Самое, наверное, полезное это настройка сценариев, которые позволяют действительно превратить этот девайс в полноценный элемент умного дома. То есть вы можете при достижении какого-то значения температуры включать кондиционер, либо при достижении какого-то уровня влажности включать, там, выключать увлажнитель воздуха. Это очень удобно. Ну и если вы не используете устройство как умное устройство, то оно все равно предоставит вам значительную информацию. Например, в правом нижнем углу там будет смайлик, который имеет два значения. Грустный и веселый. Грустный это когда показатели температуры и влажности не соответствуют комфортным, а веселый когда все в норме. Но все очень индивидуально и основываются эти показания на просто исследованиях. В итоге что мы имеем? Девайс, который стоит в Китае по-разному. Бывает и по 20 долларов, но бывает и по 13. Со всякими кэшбэками, купонами, скидками можно и за 12 купить. Это очень классный девайс за эту стоимость. То есть даже 15 за него не стыдно отдать. Он стоит этих денег. У него великолепные углы обзора, великолепная сборка. Он очень автономный. Внутри у него встроена память, которая позволяет полгода хранить все данные и потом при сопряжении со смартфоном вы их сможете скинуть на смартфон. Масса вариантов крепления на любые поверхности. Умное приложение на русском языке. Точные измерения. Возможность установки в любом месте. Будь то парники, ванные комнаты, кладовки, кухни, офисные помещения и огромный разброс по температурам, замеряемым и влажности. Делает этот девайс, ну наверное я считаю топовым в своем сегменте. Напишите что вы думаете по этому поводу в комментариях. Буду очень рад почитать ваши комментарии. Кому интересно где можно купить, ссылка на этот девайс будет в описании. Также там будет ссылка на два гашбэка, чтобы вы могли сэкономить. И не забывайте что у нас есть барахолка. Если вы живете в Приднестровье или в Молдове, можете покупать товары у нас. Цены вас приятны. Девят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok